не видно всем привет сегодня вам покажу рассвет над буеносайрусом вот сейчас еще только 6 утра вон там сзади за мной уругвай оттуда сейчас будет солнце вставать вот такой у нас буеносайрус вообще все еще спит сегодня кстати последний день зимы начинается завтра весна завтра 21 сегодня суббота 20 последний зимний день над буеносайрусом вот такое сейчас еще в 6 утра видите ветер завтра день весны и день студентов на будут праздновать так что завтра все студенты побегут как говорят в парке там будет не протиснуться а наш буеносайрус вот такой сейчас довольно тучно это просто камера хорошо так сказать наводит он самолет на посадку идет утренний рейс посмотрите вот там получается уже просвет 2 пока солнце взойдет можно кое-что рассказать примеру меня спрашивали как можно остаться в аргентине ну честно говоря я сейчас даже не знаю как можно остаться раньше было проще сейчас по моему приехать без визу на три месяца можно из россии из украины а вот как остаться мы это тут уже немножко таких официальных официальных способов лично я знаю только где-то 3 это выйти замуж хоть честно хоть липово потом родить ребенка здесь если ребенок рождается значит родители остаются потому что ребенок становится аргентинцем или какой-то контракт на работу найти а потом продлевать уже со временем так сказать можно получить и постоянно но это я не уверен по всем ну смысле в этом да а вот в других может и еще такие способы есть просто я не их пока же не знаю меня они как-то мало интересует это уже не так где наше солнце месяц еще не ушел там даже самолеты летает а еще меня просили рассказать насчет языков ну в смысле вот насчет языка я имею ввиду здесь в аргентине у нас тут испанский язык как бы считается почему как бы считается потому что есть отличие немножко произношений но они небольшие немножко отличается так вот примеру я этот язык учил очень долго ну как долго 7 месяцев почти до этого пришел обходился как говорят объяснялся как глухонемой все показывал пальцем пытался объяснить чего я хочу а чтобы его выучить я вообще учил испанские книжки вплоть до того что сказки там испанские наизусть звучал вот меня света поправляла там как правильно бы она то знала испанский немного ну как немного нормально это она нас и спасала школе учила а я учил там эту красную шапочку как перуси тароха называется и ходил повторял как это все время чтобы выучить как правильно что называется но честно говоря через семь месяцев как-то привык и потихоньку потихоньку заговорил но еще помогает то что ты находишься среди так сказать людей которые вокруг тебя все разговаривают на этом языке и еще могу сказать что вот аргентинцы ну мне лично очень сильно помогли в плане изучения языка никто никогда ни разу надо мной не смеялся за мое произношение лишение правильно там говорю а наоборот всегда пытались помочь рассказать объяснить вплоть до того что показывали какой-то предмет и указывали как говорят вот как он называется и и находили слова как бы чтобы меня понять то есть они всегда шли на встречу в этом вопросе от где там с кем не общался или работал или там газету хочешь купить или еще что-нибудь никогда не было такого чтобы над тобой там посмеялись а вот детям попроще пошло примеру когда мы только приехали старший сын тогда имел 12 лет и вот мы его школу отдали и ему тоже учителя показывали там предметы и говорили как он называется и давай чтобы он записал этот предмет зарисовал и написал и выучил и вот так понемногу понемногу пошло и только так младший тот родился здесь соответственно он это сразу для него было нормально а в семье разговариваем дома в основном на русском языке ну перемешку с украинским скажем так так дети как говорят между с нами они говорят на русском между собой между собой они говорят на испанском им так легче вот парни и бывает так что к примеру мы им зададим какой-то вопрос на русском они моментально тебе отвечает на испанском и только тогда когда мы начинаем так сказать строить рожицу тогда они переходят разговаривать на русском по мою легче на испанском чем на русском и вообще тут ну как говорят и так раньше думал что я вообще никогда не выучу никакого иностранного языка еще в институте для меня это так тяжело давалось что честно говоря легче что-то построить чем это выучить а теперь как-то после того как ты уже какой-то выучил боязнь языков пропала даже и боязнь общения скажем так пропала с иностранцами потому что вот когда я там один раз прилетал украину много лет назад и летел там примеру через швейцарию и вот надо было в аэропорту там объясниться там по моему больше на немецкий смахивать все равно как-то мне просто было с ними объясниться там между русским испанским украинским и так сказать немного зная ну как чего-нибудь там по английски значит объясниться как бы затруднений не представляла нигде это нормально вот а младший вообще здесь вот дома разговаривать он должен на русском с друзьями разговаривает на испанском в школе где он учится а раньше дополнительным языком был французский сейчас сменили на португальский и уже много лет ходит на отдельные курсы по английскому в отдельные так сказать вечером три раза в неделю мы его гоним на английский так что ему скучать с языками некогда так что вот так вот видите у нас солнце встает последний зимний день начинается в аргентине в буэнос-айресе вон она суру вая к нам идет а завтра будет весна так что вот так наш последний зимний день начался солнышко вы увидели как буэнос-айрес встречает вот еще посмотрим как у нас теперь выглядит наш буэнос-айрес уже немножко посветило но еще тихо видите почти никого нету только птицы в парке еще слышны так что все пока до следующих видео пошел я встречать так сказать субботу заниматься активной деятельности вам хороших выходных а